Всем привет! Сейчас вы услышите краткий пересказ фильма «Застрял в тебе». Приятного просмотра! Боб и Уолл Теннер – сиамские близнецы, хоть и совсем не похожи. Они живут в небольшом приморском городке и держат закусочную, где также работают поварами. Благодаря синхронизированной работе в четыре руки, они мастерски справляются с большими заказами на время. Официантом работает тормоз в кепке по кличке Пуля. Он не только не справился с заказом, но и облил брюки-посетительницы. Ее муж пошел разбираться с владельцами и советует им не держать в кафе уродов. Парни с этим согласны и попросили пулю вывести Грубияна на улицу. Также братья играют за местную хоккейную команду. Они стоят на воротах, и их практически невозможно пробить. Боб общается по сети с девушкой по имени Мэй, но он стесняется пригласить ее к себе. Уолт его подбивает познакомиться с местной цыпочкой и подталкивает к столику. При знакомстве приходится сразу представлять и своего брата. Боб наговорил кучу глупостей, и дамский угодник Уолт его заменил. В чем интересы братьев расходятся, так это театр. Уолт выступает на сцене уже девять лет, а вот у Боба начинается паническая атака, даже если он о ней просто подумает. Уолт вошел в образ, а его брат в черном костюме находится в тени, невероятно потеет и страдает. Еще в детстве братья поклялись, что будут стоять друг за друга горой, и никогда друг другу ни в чем не будут мешать. Их синергия позволяла им успешно играть в бейсбол и не оставлять соперникам шансов на боксерском ринге. И сейчас их отношения подвергнутся серьезной проверке. Уолт хочет перебраться в Голливуд и стать настоящим актером. Возмущенный Боб пытается от него уйти, но ничего не получается. Он, кстати, может быть дублером Уолта и выполнять за него опасные трюки. Время уходит, Уолту досталась меньшая часть печени, и он быстрее стареет. Нужно решаться. Горожане проводили местных знаменитостей, и братья прилетели в Солнечную Калифорнию. Они селятся в дешевом отеле. Мэй также живет в Лос-Анджелесе, и Уолт предлагает ей позвонить, но Боб не спешит. Тем более, для начала актеру нужно загореть, чтобы не выглядеть на пробах, как бледная поганка. Во время барбекю с ними познакомилась Эйприл, которая живет в мотеле уже два с половиной года. Эй, а вы, детки, склеены? Девушка поначалу подумала, что это они с собой сделали специально, а после подсказывает Уолту, что он может найти себе работу по объявлениям в газете. Вот, например, нужен актер на роли Робин Гуда. Но режиссер, увидев сиамских близнецов, подумал, что его кто-то разыгрывает. На всех последующих кастингах они также получают отказ. Большой город таит много опасностей. Так Уолт сев в автобус забыл своего брата снаружи. Ночью Боб подбадривает Уолта. Они здесь всего два дня, и рано сдаваться. Утром они найдут себе агента. Правда, работать с ними согласился только один, и тот уже живет в доме престарелых. Возвращаясь в мотель, братья увидели Мэрил Стрип, и Уолт не удержался, чтобы не подойти и не поздороваться. Он несет всякую дичь, и приглашает актрису отдохнуть в их мотеле. У них там бассейн, кладбище совсем рядом. Рехнуться, вы сидите в ресторане, и к вам не пристает никто. Стрип когда-то была в их городке, и в конце неудобного разговора все-таки вспомнила парней, как они играли в американский футбол. На пляже Эйприл интересуется, не думали ли они о том, чтобы разбежаться. Здесь работают отличные специалисты по пластике. Дело в том, что у Боба большая часть печени, для него операция безопасна, а вот для Уолта риск умереть составляет 50%. Пока Уолт принимает душ, Боб за шторкой сидит в дождевике. Актеру позвонил его агент Морти и сообщил, что он получил роль. Уолт же приготовил для брата сюрприз. Он организовал ему встречу с Мэй, но тот так разволновался, что залез под кровать и теперь дышит в бумажный пакет. Мэй приехала прямо в мотель, и она не знает, что у Боба есть очень близкий родственник. Парень его даже обрезал на фотографиях, настолько стеснялся своего тела. Они быстренько вылезли через окно и встретили девушку у входа уже на машине. Так они пытаются временно скрыть свою особенность, и из-за этого им приходится перекусывать в автокафе. Боб не собирается выходить из машины и рассказывать Мэй правду. Свидание на троих несет массу неудобств, и Боб решает все-таки признаться. Но тут у девушки случился приступ паники. Она распереживала, что все так странно, потому что она не понравилась Бобу. Позже, когда Уолт задремал, Боб начал извиняться за брата, что он притащился на их свидание. Вообще они с Мэй на одной волне и неплохо провели время. И в конце свидания она просит Боба проводить ее до двери. Но Уолт опять стал между ними. Он и правда липнет, как банный лист. Наконец пара поцеловалась, хоть прилипала и стоял прямо рядом с ними. Шер ругается на своего агента из-за того, что ей приходится играть в каком-то сериале адвокатесу для геев. Но контракт уже подписан и остается только подчиниться. В этот момент в павильон зашли братья. Уолт ее большой поклонник и попросил автограф, но получил грубый отказ. Все еще недовольная Шер пытается избавиться от роли. По контракту она может выбрать себе партнера. Что ж, в таком случае это будут сиамские близнецы. Так продюсеры точно разорвут с ней контракт. Боб пришел на очередное свидание с Мэй и опять притащил с собой брата, который получил главную роль в новом сериале. Его взяли даже без проб. Во время откровенного разговора Шер ему призналась, что скрывает от прессы имя своего бойфренда. К отдыхающим подошел псих, который считает Мэй своей девушкой. И он собрался уже набить Бобу морду. Но какого-то черта с ним постоянно встает и его дружок. Тряпка, сделал вывод мерзкий пухляш и удалился. Мэй пригласила Боба на танец и к ним впритык сразу пристроились Уолд и Эприл. У голубков все отлично складывается. Когда девушки отошли в туалет, к Бобу снова пристал пухлый. Он с прихлебателями увидел, что друзья на самом деле сиамские близнецы и обозвал их цирковыми уродами. Те уже не стали этого терпеть и показали, что такое парное кунг-фу, развалив толпу негодяев. Продюсеры раскусили планшер, но они не отменят шоу и согласятся с ее условием. Старый пенек Морти выбил для своего клиента условия на уровне 50-х годов, а это 1200 долларов за серию. Его придатку брату хватит и 50 долларов в неделю. Съемки сериала проходят так, что герой Уолта, детектив Мак Пчел, постоянно торчит в правой части экрана. Боб все испортил. В кадр попал бумажный пакет, в который он напряженно дышал. И так уже десятый раз подряд. А еще он смеет критиковать сценарий. Шер, желая завалить проект, предложила, чтобы именно Боб переписал текст сценария. Странные встречи с Мэй продолжаются. На этот раз Боб притворился, что ему плохо, а Уолт спрятался внутри огромного плюшевого медведя. Друзья братьев собрались, чтобы посмотреть пилотную серию детективного шоу. В одной из сцен Боб спрятался за актрисой, а в других выглядывало то его плечо, то нос. На телестудии наконец придумали, как скрыть Уолта. Его одели в синий костюм, который сделал его полностью невидимым для телекамер. В рецензии на сериал критик похвалил отличные диалоги и новичка актера Уолта Теннера, что восполняет блеклую игру Шер и вялую режиссуру. На улице собралась толпа фанатов, чтобы взять автограф, но не у этой тетки, а у детектива Пчела. Мэй пришла проведать больного и увидела его раздетым в кровати вместе с Уолтом. Так значит они не братья, а любовники. Дальше скрывать уже было некуда, и Боб наконец показал кусок плоти, который связывает их с братом. Девушка воскликнула, о боже, и тут же уехала. Уолт успокаивает брата. А еще репортерам кто-то раскрыл тайну Уолта, и из-за этого проект покинули все спонсоры. Маразматик Морти советует им просто отрицать, что их двое. Журналистов нужно убеждать, что он один. Но Эйприл уговаривает Уолта быть честным со всеми. Поэтому они с братом пришли на шоу Джей Лена и дают откровенное интервью. Выясняется, что любовник Шер это мелкий пацан Малкольм Фрэнки Мунис. Братья теперь постоянно появляются на публике и снимаются в рекламе. Уолт кайфует, а вот Боб грустит по своей Мэй. Брат начал его подталкивать к одной блондинке, чтобы он с ней познакомился. Но Боб психанул и убежал. Ночью он смотрит на фотографию своей зазнобы и ублажает себя. Уолт понимает, что мешает счастью брата и во время завтрака предлагает все-таки сделать операцию. Боб всегда был против нее и сейчас сопротивляется. Уолт решил повредничать и оторваться, поэтому напился, накурился и сходил в стрип-бар. Приставание к девушкам закончилось струей из газового баллончика, которая попала в лицо Боба. Также они случайно сперли женскую сумочку. В конце концов братьев арестовали. Уолту, как знаменитости, преступление сошло с рук. А вот Бобу придется посидеть ночку в камере за вождение в нетрезвом виде. Хоть он и не пил, организм с Уолтом у них один на двоих. Так братьевы посадили по разные стороны решетки. На утро Боб требует извиниться перед ним, после ударил Уолта и попробовал убежать. Но ничего не вышло. Сиамские близнецы устроили драку и после нее Боб все-таки согласился сделать операцию. Вечером в мотель пришла Мэй. Она хочет поговорить наедине. В смысле втроем. Чтобы не подслушивать, Уолт включил плеер. Мэй извиняется за свою реакцию. Она долго думала и решила, что его особенность это не проблема. Но решение уже принято и Боб ей рассказывает, что вскоре они сделают операцию. Это нужно обоим братьям. Морти пытается их отговорить. Это якобы поставит крест на карьере актера. Но вот они уже лежат на операционном столе. Девушки заснули в приемной. К ним подошел врач. Операция прошла успешно и братья Тенор впервые в жизни лежат на разных кроватях. Они привыкли опираться друг на друга, поэтому встав на ноги, тут же упали. Ходят они странно, покосившись на один бок. Уолт расстроился, узнав, что Боб собрался переезжать с Мэй в их родной городок. Теперь они будут редко видеться. Но он никогда и не хотел, в отличие от брата, жить в мегаполисе. Уолту очень недостает Боба. Ему трудно управлять телом на съемочной площадке. А в парке он постоянно подсаживается сбоку к статуе, будто это его недостающая половина. У Боба также проблемы. Он все время падает. На воротах стоит только сбоку и совершенно не успевает делать бургеры. Его подкалывает даже пуля. Эйприл предлагает другу проведать брата. Все равно сериал уже снимают без него. Грустный актер просмотрел пачку флэшбеков и задремал на плече у статуи. Даже у стервы Шер эта картина вызвала жалость. Она прекрасно понимает бывшего партнера по съемкам. Ее любовник также уехал от нее в колледж. Шер предлагает Уолту вспомнить, что он любит в этой жизни делать больше всего и действовать. Боб уже собирался закрывать кафе. И тут кто-то включил романтическую мелодию. Это вернулся Уолт и пригласил брата на рыбалку. Прошел год. Братья-повара снова склеены друг с другом и показывают высший класс на кухне. Вся четверка пришла на спектакль. Мэй беременна. А мы узнаем, что братья склеены только липучкой на одежде. Кроме Уолта в мюзикле играет многие жители городка. Даже пуля. А из приглашенных звезд тут сама Мэрил Стрип.